Ну, коллеги, здравствуйте. Давайте я представлюсь еще раз для тех, кто на круглом столе не был. Меня зовут Юрий Леонычев. Я работаю менеджером проектов компании Яндекс, но пусть вас это не пугает. До недавнего времени я занимался продуктовой безопасностью. Ну и, в общем-то, в том числе и мобильных приложений. Поэтому есть что рассказать. Как раз, опять же, с круглого стола, замечу, были у людей вопросы, какие же, собственно, есть рецепты, как делать правильно, как разрабатывать приложение правильно. Ну вот один из рецептов про то, как, собственно, работать с учетными записями, как аутентифицировать пользователя, и будет в моем докладе. Ну, вначале небольшая ретроспектива. Когда-то давным-давно у Яндекса было очень мало мобильных приложений, и тем не менее некоторые из них все-таки аутентифицировали пользователя. Ну, исторически сложилось, что первыми, как ни странно, были Яндекс.Карты и такое уже сейчас почившее приложение Яндекс.Фотки. Вот. А тогда, давным-давно, мы использовали самодельную схему с токенами, которая не была никак стандартизована, не описана ни в каких RFC. В общем, это было такое самодельное решение, от которого со временем, естественно, нам пришлось отказаться. Ну, с чем это связано? Появился Android, появился iOS. Приложений у нас стало много. И очень многие из них, в общем-то, стали требовать ввода логина и пароля у пользователя. Ну, вот сейчас таких 20 штук, соответственно, встал вопрос, в общем-то, как со всем этим хозяйством управляться. Ну, какие бы мы могли бы выбрать способы аутентификации пользователя? Ну, мы могли выбрать самый первый способ – это использование, в общем-то, всегда ввода логина и пароля. Но, как мы считаем, это очень негуманно. Ну, и вы сами понимаете, что если пользователя все время заставлять вводить пароль, то через какое-то время этот пароль превратится в что-то типа 1, 2, 3, 4 или 4 единички. Естественно, это большой риск с точки зрения безопасности. Ну, и вообще говоря, вводить пароль на мобильном устройстве неудобно. Как было неудобно, так и осталось неудобно. Несмотря на большие уже размеры экранов и клавиатур, все равно это как-то неприятно для пользователя, юзабилити снижает. Есть еще один такой опробованный, можно сказать, исторический способ – это использование куки. Но с куки есть проблема. Если вы используете куки, это значит, что вы как-то должны с ними работать. Что для этого вы можете сделать? Вы можете использовать какой-то веб-вью. Но веб-вью – это часто то, что вам, в общем-то, не нужно. Плюс куки привязаны к домену. Зачем это привязка к домену, допустим, в нативном приложении? Ни к чему совершенно. Ну и плюс механизм работы с куками, который уже в браузерах реализован, в общем-то, вам придется делать самому, и это на самом деле неудобно. Третий способ – есть так называемые long passwords. Это специальные длинные пароли, которые генерируются для конкретного приложения, в общем-то, в корпоративной среде используются. Но главный недостаток – long passwords в самом названии, в общем-то, описан. Это действительно длинные пароли, которые в корпоративных пользователях можно заставить один раз ввести, чтобы заходить с какого-то мобильного приложения, например, с корпоративной почты. Но обычного вашего пользователя заставлять это делать нельзя. Это еще хуже, чем обычный пароль. Ну и, кстати, к слову, небольшая ремарочка. Чем плохо еще обычный пароль? Тем, что это обычно как раз самый страшный секрет пользователя, который предоставляет доступ полный к учетной записи. Несмотря на то, что сейчас есть двухфакторная аутентификация и разные такие клевые штуки, все равно пароль остается таким главным секретом, который нужно защищать. Ну, естественно, мы все это взвешивали, когда выбирали свое решение и пришли к выводу, что мы будем использовать OAuth. Ну, конкретно OAuth 2.0 мы выбрали для себя. Почему мы выбрали OAuth 2.0? Ну, OAuth 2.0 мы выбрали не из-за того, что у него есть endpoint и вообще не из-за красивых картинок. Мы OAuth выбрали по тем причинам, что он, во-первых, ориентирован, в общем-то, на имплементацию в приложениях. OAuth 2.0 позволяет гибко управлять доступом к различным вашим API. Там есть гранты, скоупы, это все удобно. Третье. OAuth стандартизован. Он описан в RFC. Если вы захотели свой OAuth написать, вы можете RFC взять, прочитать, посадить разработчик. Он разберется, сделает все как надо. Ну, и на самом деле у нас есть еще одна веская причина. Вы знаете, что Яндекс – это компания, ориентированная на веб. У нас очень много HTTP API используется. И нам нужно было решение, собственно, которое легко к HTTP API прикрутить. И чтобы, ну, в общем-то, это без боли обошлось без каких-то глобальных переделок. Ну, и мы пришли к тому, что мы будем использовать OAuth 2.0. Ну, казалось бы, наступило счастье. Бери, реализовывай, запускай, все будет хорошо. Но не тут-то было. Как всегда бывает, если вы какое-то решение выбрали, вместе с его достоинствами вы в довесок получаете его недостатки, которые, как ни странно, у OAuth есть. Ну, давайте посмотрим те, с которыми столкнулись мы. Мы их выделили. И, ну, в общем-то, у нас есть, так сказать, меры решения к ним. До того, как начну говорить про недостатки, они затрагивают некоторые технические аспекты работы OAuth. Я вам просто кратко расскажу, как он работает. Ну, может быть, кто-то не знает, кто-то, может быть, использовал OAuth. Для вас это будет скучно. Именно OAuth 2.0. Ну, давайте посмотрим, как это происходит на практике. У вас есть пользователь. Пользователь запускает приложение. А приложение, соответственно, хочет использовать какой-то ваш сервис. Приложение может, кстати, быть в том числе и стороннего разработчика. Но это, в общем-то, для OAuth неважно. Что делает приложение? Приложение, в свою очередь, идет к OAuth-серверу, который представляет вам и говорит, что вот, хочу у пользователя какое-то разрешение получить на доступ, допустим, к Яндекс.Диску. Ну, к примеру. OAuth спрашивает пользователя, пользователь, а ты разрешаешь? Пользователь говорит, да, я разрешаю доступ к Яндекс.Диску. Приложение, соответственно, получает… Ну, вот в нашей схеме приложение получает специальный токен, который оно потом, используя клиент-сикрет, обменивает уже на токен для доступа к API. Ну, схема кажется сложной. И я думаю, что у вас на самом деле сразу возникает вопрос. А что это я ставлю приложение Яндекса или ставил, а меня никто никаких разрешений не спрашивает, собственно, на доступ? Ну, тут важно помнить, что наши приложения, они один раз у вас все-таки спрашивают логин и пароль, и имея вот этот логин и пароль, собственно, можно фазу подтверждения пройти неявно для пользователя. Ну, вот есть у нас такая схема, и в ней, очевидно, много раз передаются данные, в том числе, как я уже говорил, самый страшный, важный секрет – это тот самый пароль. Не менее важный, в общем-то, секрет, ну, чуть менее важный, но все-таки секрет – это клиент-сикрет, который ваше приложение представляет. Ну, и, собственно, access-токен, который нужен для того, чтобы ходить в API. И вот такие вот вещи. Понятно, что раз они здесь циркулируют в этой схеме, надо их как-то защищать. Ну, собственно, давайте теперь уже, раз мы немножечко разобрались с UALF, мы перейдем к этим вот проблемам. Итак, собственно, первая проблема, с которой мы столкнулись, это проблема, связанная с клиент-ID, с клиент-сикрет. Дело в том, что стандарт UALF настойчиво рекомендует клиент-сикрет, не случайно он так называется, клиент-сикрет, держать его в секрете. Ну, все это прекрасно работает в мире веб-приложений, где какой-то веб-сервер где-то стоит, на нем этот секрет лежит. Зломышленнику, чтобы секрет получить, надо все взломать. В мире наших мобильных приложений такое уже не прокатывает. Собственно, есть еще одна проблемка с грантами и с копами, про нее я вам расскажу. Ну, и третья глобальная проблема, на которую я много времени уделю, это, собственно, как все эти вот данные безопасно-то передавать между сервисом и приложением, чтобы они не попали в руки к зломышленнику. Ну, клиент-ID, клиент-сикрет. На самом деле, УАУФ, ну, в том числе и УАУФ Яндекс.Ру, понимает о том, какое приложение к нему пришло, в основном как раз по этим вот параметрам. Ну, что это значит? Это значит, что если какое-то приложение стороннее получило доступ к клиент-ID, клиент-сикрет, оно может мимикрировать под ваша, устроить фишинговую атаку и, ну, получить, в общем-то, access-токен. Пользователь при этом, ну, в полной уверенности будет, если он дает разрешение, он будет в полной уверенности, что какое-то легальное приложение запрашивает. Тут есть поле для фишинга, и это, конечно, неприятно. Ну, и плюс, как я уже говорил, клиент-сикрет нужно держать в секрете, а это мобильное приложение. Мобильное приложение – это всегда, собственно, вещь, которую можно получить в виде файла, грубо говоря. Вы можете скачать с Google Play какое-то приложение, ну, собственно, произвольно. Это не проблема. И если вы хотите клиент-сикрет дистрибутировать внутри приложения, значит, он там есть. А если он там есть, значит, злоумышленник может, используя методы реверс-инженерия, его вытащить. Ну, мы эту проблему решили следующим образом. Мы сказали, что все, в открытом виде мы это хранить в приложении, конечно же, не будем. Использовали симметричный алгоритм шифрования. Ну, то есть, да, клиент-сикрет там есть, да, его можно вытащить, но, скажем так, злоумышленник низкого уровня квалификации, он этого сделать уже, наверное, не сможет так просто. Ну и, естественно, обычной утилитой strings или просто распаковав архив, вы его там не найдете. Но это не единственная проблема. Вторая, с которой мы столкнулись, это проблема с грантами, с копами и прочим. Как я уже говорил, уауф очень гибкий, он позволяет вам выписывать токены, например, только на чтение, только на запись, или еще более дробно организовать вот это вот деление, да. И как бы все хорошо, пока у вас, на самом деле, одно приложение, допустим, да, и один сервис, между собой общаются, вы можете, там, не знаю, токен на чтение, на запись сделать, ходить, все хорошо, прекрасно. А если у вас появляется приложение, которое использует несколько сервисов, и у каждого этого сервиса несколько функций, что вы получаете? Вы получаете ситуацию, когда вам нужно либо очень-очень много выписывать токенов на приложение, либо очень-очень много грантов давать на какие-то токены. Ну, как бы здесь есть риск, естественно, что появятся такие токены с прям универсальной областью действия, которые позволяют все подряд делать. И читать везде, и писать из всех API во все сервисы. Ну, как мы эту проблему решили? Мы ее, на самом деле, решили грустным образом, как я считаю. Мы ее решили административно. У нас есть сервис Яндекс.Паспорт, в общем-то, который ревностно следит за тем, чтобы разработчики не выписывали ничего лишнего и не размножали вот эти вот гранты, не покрывали лишние API-вызовы. Ну, и плюс в целом, мы стараемся, чтобы в мобильном приложении было доступно только те API, которые нужны, в общем-то. То есть ничего лишнего. Лишние функции можно исключать. Ну, вот как-то так. Административно не очень круто, как я считаю, но на самом деле работает. Иногда административные меры нужны. Ну, я вам рассказал немножко про лав, немножко рассказал про проблему лав, но я вам пока не рассказал, что, собственно, делать, чтобы, ну, вот работать с учетной записью на устройстве и, собственно, не рассказал про ту интересную вещь, почему, когда вы ставите еще и еще приложение Яндекса, вы каждый раз не вводите еще и еще раз логин и пароль. Когда перед нами возникла эта проблема, она, естественно, появилась не сразу. мы поняли, что, ну, стандартный лав, он как бы не позволяет нам ничего с этим сделать, никак эту проблему решить. Пользователь поставил одно приложение, надо регистрироваться, второе, надо еще раз аутентифицироваться, второе, еще раз аутентифицироваться. Как бы как-то это неправильно. Пользователь уже один раз все сделал. Зачем его заставлять еще раз, еще раз вводить пароль? Ну, стандартную схему вы помните, да. Пришло приложение, взяло там клиент ID, клиент секрет, логин с паролем, пошло на OAuth, получило токен, токен себе сохранило и дальше работает. Мы ее решили немножко усложнить, немножко усовершенствовать. У нас появился так называемый X-токен. Если кто-то из вас сервисами пользуется Яндекс, он может на OAuth Яндекс.Ру зайти и увидеть, что там в списке токенов есть токены, которые так называются, X-токен. В чем их особенность, X-токенов? X-токен — это токен, который не позволяет получить доступ ни к одному API вообще. X-токен позволяет выписывать только токены для других приложений. Схема, соответственно, работы приложения у нас стала двухступенчатой. Когда пользователь установил первое приложение, к примеру, Яндекс.Диск, он ввел логин и пароль. Мы их обмениваем на не access-токен, как обычно это происходит, а на X-токен. Следом приложение, соответственно, Яндекс.Диск берет X-токен и идет в OAuth Яндекс.Ру и по X-токену выписывает токен для доступа к API Яндекс.Диска. При этом, естественно, логин и пароль пользователя в приложении не сохраняются, и на устройстве они, конечно же, не охранятся. Ну, если мы ставим второе приложение на устройство, ему тоже нужно пользователя аутентифицировать. Она уже видит, что до этого был установлен Яндекс.Диск, у Яндекс.Диска X-токен. X-токен, собственно, любезно будет предоставлен, в данном случае парковкам. И они сходят с X-токеном и получат токен для доступа к API Яндекс.Парковок. Ну, как говорится, вот такая схема, она работает. И она достаточно гибкая, но, как всегда, есть и плюсы, и минусы. Ну, плюс очевиден. Если в одном приложении пользователь ввел логин и пароль, больше ему этого делать, в общем-то, не нужно. Также у нас появились гибкие возможности не разлогинивать, когда пользователь одно из приложений удаляет. И, в общем-то, логин с паролем достаточно персистентный на устройстве. И как-то так незаметно для пользователя там существует. Ну, конечно, одно из приложений должно быть установлено при этом. И минусы. Про минусы тоже нужно сказать. Это важно. Естественно, когда мы такую схему внедрили, мы получили меньшую безопасность. Мы действительно идем на компромисс между безопасностью и юзабилити в данном случае. Как вы понимаете, X-токен, он достаточно универсальный ключ, такой ключик, который позволяет получать access-токены к произвольным API. Ну, это заставляет нас и тщательнее хранить его более бережно на устройстве. И, конечно, заставляет нас следить за тем, чтобы никакие лишние API-вызовы доступны не были снаружи. Ну, и вторая проблема, схема, в общем-то, и так для разработчика не совсем простая. Стало еще сложнее, появился еще один шаг обмена. Еще больше данных циркулирует. И для имплементации, в общем-то, определенные трудности это уже представляет. Но вот такое вот решение мы, в общем-то, используем. Ну, вот про плюсы и минусы я вам рассказал. А теперь, если вы помните, у нас было три проблемы с OAuth. И третью проблему я обошел и сказал, что она сложная, мы с ней разберемся потом. Ну, она, эта проблема у нас все острее вставала, как раз когда мы реализовывали аккаунт-менеджер. Это проблема, собственно, установки нормальных зашифрованных соединений. Ну, что значит нормальных зашифрованных соединений? Во-первых, нужно понять, что не так просто сделать шифрование. Об этом уже на кругом столе коллеги говорили. Есть куча подводных камней. И, собственно, всегда, когда ты пытаешься использовать, зашифровать, защитить соединения, возникают, опять же, несколько проблем, которые нужно решать и службе безопасности, и разработчикам. Ну, три проблемы. Вот я привел здесь, собственно, ну, одна из, наверное, самых таких простых. Это, собственно, найти, где нужен SSL, где нужен TLS, где нужно шифровать соединения. Ну, если вы пишете приложение с нуля, только начинаете, или оно у вас маленькое, или вот пишется вот только-только, в принципе, не проблема это. Вы можете всегда найти все места, где вы передаете данные, открываете сокеты, используете какие-то другие методы, устанавливаете там HTTP соединения, все это отследить, посмотреть, нужно ли эти данные защищать, не нужно, передаются ли там access токены, передаются ли там логины, пароли, еще что-то. Всегда это можно найти на начальной, так сказать, стадии проекта, заботиться этим. И это все хорошо, если вы так сделали и разобрались совсем с самого начала. Ну, вот, к сожалению, часто бывает такое, что несколько команд разработчиков сменилось, приложение частично писалось на аутсорсе, приложение пишется уже несколько лет, много лет, там уже накопилась, в общем, огромная прослойка какого-то legacy кода, используется куча различных сервисов, и, в общем-то, никто уже толком не понимает, а куда приложение, зачем ходит, какие данные передает, и как, что с этим делать, никто не понимает. Ну, в общем-то, это нужно решать. Второе, это, собственно, часто служба безопасности за это разработчиков трясет. Служба безопасности хочет, чтобы разработчик сделал не просто TLS encryption, а правильно все сделал. Ну, у службы безопасности свой взгляд, у разработчика взгляд немножко другой, ему обычно хочется, чтобы просто все работало. Ну, и третье, с чем мы, в общем-то, тоже часто сталкиваемся, это проблемка с мид-матаками. Вот, кстати, мы тоже на круглом столе это затрагивали, несколько раз упоминали, и я вам про это расскажу. Ну, многие тут думают, что это что-то из разряда фильма-хакера, на самом деле это не так. Сейчас разберемся. Ну, и, опять же, использование правильного шифрования, это не блажь какая-то, это не, там, выдумка наша или служба безопасности ваша. Это, на самом деле, строгое требование стандарта. У АВ-2.0, ну, я порядка 20 мест или 25 насчитал, где написано, что приложение должно использовать шифрование при передаче данных. То есть не просто может, а должно. Поэтому АВ на этом жестко настаивает. Это, естественно, так как в стандарте 2.0, в общем-то, криптографическая защита, кажется, полностью возложена на именно использование шифрованных соединений, использование TLS. Ну, и так, что же нам делать, если мы решили трафик наш защитить, вот, а что защищать, мы пока, собственно, и не знаем. Есть различные трюки, способы, которые можно в данном случае применять. Ну, самый такой хардкорный способ, который иногда приходится на практике использовать, хотя я на самом деле очень не люблю, это снять дамп трафика с приложения. Ну, вот в Андроиде, кстати, это очень просто делать. В Андроиде есть эмулятор, у эмулятора есть возможность просто весь трафик сдампить в файлик, и этот файлик вы потом можете взять и с помощью TCP-дампа проанализировать. Ну, союз посложнее, но тоже сделать можно. Способ, почему говорю, что хардкорный, потому что вы получаете дамп, а в дампе там не только ваше приложение отметится, но, к сожалению, даже в эмуляторе Андроида там, к примеру, будет куча всяких системных сервисов, которые тоже умудряются иногда сходить в сеть. В общем-то, какая-то мешанина, среди нее нужно будет отыскать ваше приложение и проанализировать, опять же, есть ли там какие-то критичные данные в трафике. В общем-то, задачка такая, ну, я не скажу, что она сложная, но она очень такая кропотливая и нудная. В общем-то, не хочется этим заниматься. Есть второй вариант решения проблемы, он мне уже нравится больше на самом деле. Это использование Man-in-the-Middle Proxy. Есть в том числе бесплатные решения, например, ну, не знаю, Burp Suite, к примеру, есть бесплатная версия. Вы можете взять этот Man-in-the-Middle Proxy, поставить, соединяться, собственно, через него. Главное, не забудьте сертификат из Proxy, добавить список доверенных на устройстве. Пропустите через Proxy весь трафик, там уже будет реально проще смотреть на те запросы, которые ваше приложение отправило. И, ну, на самом деле, хороший способ эти запросы получить, как кажется, большую часть, это провести функциональное тестирование вот именно через Proxy и, в общем-то, увидеть, ну, где вы там передали логин-пароль, где вы передали токен, где вы передали какие-то персональные данные, в общем-то, все эти места защищать. Вот. Ну, такие вот вещи мы используем. Как бы из простых вариантов, вообще доступных, есть еще третий вариант. Это использование статического анализа кода. Он, наверное, дает самые, ну, скажем так, он дает, конечно, самые надежные результаты. И это хорошо, когда у вас исходный код есть, особенно, если у вас есть исходный код всех библиотек, которые вы используете, в том числе и сторонних, что иногда проблема является. Вот. Ну, и часто, если вы используете фреймворк какой-то, у вас может исходников, опять же, и не быть в наличии. Но если есть, то можно провести статический анализ кода. Ну, вот у нас в компании есть централизованная точка подписывания приложений, такой сервис специальный, в который встроен статический анализатор, который, собственно, я написал. Вот. И по результатам анализа, ну, видно, что приложение где-то, в общем-то, использует HTTP. А у нас сейчас такая политика, что мы говорим, что разработчики, мы, в общем, давайте-ка все данные передадим по зашифрованным каналам, мы HTTP вообще использовать не будем. Ну, поэтому мы стараемся всех пересадить на зашифрованные соединения и вот так вот находим это статическим анализом. Ну, приходится все эти методы комбинировать. Если какой-то не работает, спускаемся ниже, а TCP-дамп работает всегда, но он, конечно, ненадежен и тяжел. Есть еще более хитрые способы. Ну, вот тут немножко будет, наверное, интересно разработчикам для iOS. В iOS есть вполне себе легальный способ перехватить трафик в приложении. Там есть возможность реализовать свой протокол, используя NSURL протокол. И, в общем-то, можно простенький снифер соорудить. Вот здесь, кстати, у меня в докладе ссылки. Они такие длинные, сложные. В общем-то, потом доклад выложится, сможете по ним перейти. Сейчас, наверное, можно и не мучиться. Вот. А, собственно, мы вернемся к NSURL протоколу. Это очень хорошая штука. Это легальный, фактически, снифер от Apple, который очень легко сделать. Ну, вот я пример исходного кода приведу, потому что исходного кода там кот наплакал, и, в общем-то, несложно понять, что он делает. Ну, заголовочный файл, думаю, не нужно объяснять. А сама реализация выглядит на удивление просто. У нас с вами исходный код, который всего лишь одну функцию определяет. Can and need be request. Ну, особенность NSURL протокол в iOS в том заключается, что если вы свой обработчик написали, то этот обработчик сам решает, может ли он обработать входящий к нему запрос или нет. Ну, как они это делают? Ну, допустим, берут префикс из адреса и смотрят, могу вот я HTTP двоеточие обрабатывать или не могу. Может, там какой-то ваш префикс, ваши действия. Но суть здесь в следующем. Здесь вот no отмечено красным. Важно понимать, что вот в такой ситуации все запросы HTTP попадут в log, в NSLog, но потом ваш обработчик скажет нет. Это значит, что он не может обработать запрос, и запрос перейдет к системным обработчикам. И ваше приложение будет, в общем-то, как ни в чем не бывало работать, потому что все попало в log, дальше обработала система, и приложение пошло свои дела делать через сеть. Если вы ответите yes, то, конечно, на этом работа приложения, скорее всего, закончится. Но один запрос отправят и, в общем-то, будет пытаться дальше, но ничего не сможет переслать. Ну вот есть такой вот способ, в принципе, легкий для мониторинга в iOS. Ну, в Android, возможно, что-то такое тоже есть. Я не знаю, если вы знаете, потом расскажите в экспертной зоне, будем использовать в себя. Что касается правильной реализации TLS, правильной реализации SSL, ну, задача не такая уж простая, потому что и в iOS, и в Android есть просто какое-то огромное количество способов себе в ноги выстрелить и сделать все не так. Мы на практике сталкивались с кучей проблем. Это наш исходный код из наших приложений. А как такой код появился, это совершенно удивительная история. Это была проблема, даже не связанная с технологиями, это была проблема, связанная с коммуникацией между командой, которая серверную часть писала, и клиентскую. Удивительное дело было, когда разработчики решили сделать правильный TLS, они взяли документацию, взяли iOS SDK, все прочитали, все разделы security прочитали. Так не бывает, конечно, в идеальном мире, но они все прочитали, сделали как надо. И что потом? Запускают приложение, не работает. Ковыряются, видят, что что-то там с установкой соединения не так. Они, в общем, переписать пытаются, ищут еще рецепты, что-то переправляют. В общем, не работает никак. Разработчики мучились достаточно долгое время, не общаясь с теми, кто пишет серверную часть. Ну и в итоге, в общем, махнули рукой и вставили инструкцию разрешить принимать все сертификаты сервера. И распихали по всему коду эту конструкцию. Много раз эта строчка встречалась. Ну, у них все заработало, они обрадовались. Вроде бы как и TLS соединение устанавливается, и приложение тестируется, все хорошо. На самом деле, конечно, фикция полная. То есть разрешили все сертификаты, значит, у вас с любым сервером ваше приложение соединится, даже если у него сертификат просроченный, выдан не на тот хост и вообще непонятно какой. Ну, вот видимость, как бы ощущение у разработчика есть, что да, мы используем шифрование. Потом оказалась смешная вещь совершенно. Оказалось, что на тестовом сервере, который они использовали, администраторы выкатили не на тот хостнейм сертификат. Ну вот, и всего лишь, ну вот, как бы так вот через службу безопасности это прошло, и мы это все исправили. Вот, и потом все работало прекрасно. Ну вот отключили, как говорится, легким движением руки одной строкой. Ну, если думаете, что так только в iOS, нет, еще пример кода. Это уже на самом деле из Android. Ну, я тут, конечно, кучу строчек пропустил, но суть была в том, что был такой вот у нас свой X509 Trust Manager определен примерно в такой же ситуации, когда что-то не работало с SSL. Trust Manager пропускал все, все сертификаты, просроченные в том числе. Ну, ошибок таких сделать можно большое количество, потому что те стандартные средства, которые даже мы использовали у себя, есть там куча способов отключить SSL. Этого бы, конечно, не хотелось, чтобы было в приложениях, но бывает. Шифрование важно. Почему? Опять же, возвращаясь вот к теме man-in-the-middle-attack. Ну, нужно шифровать данные. Почему? Есть такая иллюзия у людей, что вот это вот man-in-the-middle, это все из-за раздела там хакеры, какие-то непонятные киношные истории. На самом деле не так. Я могу привести пример информационной системы, совершенно легальной, которая работает в Москве и которая man-in-the-middle-attackу делает, причем может даже аффектить ваше приложение. В московском метро есть бесплатный Wi-Fi. Когда вы заходите в бесплатный Wi-Fi, вы подтверждаете огромное пользовательское соглашение. Ну, как обычно, ставите галочку в одном месте, а тем самым подписываетесь под огромным текстом, где, в общем-то, написано, что вам будут показывать рекламу. Как вам будут показывать рекламу, не очень-то там уточняется. Но суть примерно следующая. Прямо в HTTP-трафик вам будут врезать рекламные баннеры. Ну, это очень забавно, потому что приходили ко мне несколько раз люди, даже и не из нашей компании, которые писали приложение, используя WebView. У них была любовно выверенная верстка на сервере. Такая прям подобрана, что все, что было хорошо, в устройстве смотрелось, выглядело нативно. Они эту верстку реализовали, а потом выкладывают приложение, а у них рейтинги падают, минусы, пользователи пишут гневные отзывы, что я, дескать, сижу у вас там в метро в вашем приложении, мне нужно кнопку Next нажать, а у меня какой-то баннер с рекламной каких-то машин вылезает прям поперек экрана. В общем, люди были в шоке. Они думали, что это приложение такое, вот с такой агрессивной рекламной функциональностью встроенной. На самом деле это такое вот чудо в московском метро именно происходило. Ну, я думаю, что вы все видели, не обязательно ехать в Москву и в метро садиться, чтобы посмотреть, как это работает. В общем-то, я думаю, что вы видели где-нибудь в кафе, в каких-нибудь. Часто бывает, что начинают какие-то баннеры вылезать непонятные на некоторых страницах. Кстати, в этом случае еще было забавно, когда вырезалась реклама с сайтов, допустим, одной компании, она вместо ставилась реклама другой компании, прямых конкурентов. Ну, в общем, весело очень. Было бы шифрование у тех ребят, которые делали приложение, было бы все хорошо. Но такая ситуация встречается очень часто. Есть еще вторая ситуация. Предположим, вы решили сделать приложение, которое, ну, скажем так, борется за защиту данных пользователя. У вас прям конфиденциальность на первом месте. Ну, какой-то, допустим, очередной супер-дупер защищенный мессенджер, к примеру. Сейчас все пишут защищенные мессенджеры, поэтому, возможно, у кого-то такая идея возникнет. Вы захотели сделать такой мессенджер. Вы понимаете, что вам, да, вам нужно хорошо все данные защищать. Вы хотите сделать ТЛС как нужно. Вы также, как наши разработчики из предыдущей истории, взяли, прочитали документацию, все запилили. Ваше приложение начинает вроде бы лететь. Потом пользователи вроде как, в общем-то, жалуются, что трафик-то прослушивают все равно. Спецслужбы какие-то. Как так? Что так? Вы понять не можете, в чем дело. Напарывайтесь на другие грабли известные. Если вы устанавливаете соединение зашифрованное, конечно же, проверяется цепочка сертификатов, начинает корневого. А корневой сертификат, он должен, в общем-то, на устройстве находиться, чтобы все хорошо проверялось нативными средствами. Ну, современные устройства, они такие вот странные, неразборчивые. У них сертификатов очень много корневых хранится. Ну вот, Apple публикует их просто-напросто на сайте у себя. А в Android, в общем-то, в версиях от Ice Cream Sandwich'а можно прям в настройках безопасности посмотреть список доверенных. Ну, он длинный очень. Можно сдампить из GKS контейнера. Там, в общем-то, в статейке написано, как это сделать. Но ситуация одинаковая на самом деле. То есть там где-то примерно в районе 200 сертификатов корневых. Все бы было хорошо, если там среди корневых сертификатов лежал там Verisign, TWAV, там, в общем, такие компании известные, удостоверяющие центры. Это было бы замечательно. Но там, кроме этих сертификатов, еще лежит сертификат от Министерства обороны США, правительства Японии. Там лежит сертификат от China Information Center, который, собственно, занимается великим китайским фаерволом. И если вы настойчиво хотите, чтобы все было конфиденциально, то простого TLS, SSL, даже сделанного по документации, вам точно не хватит. Потому что такие ребята, они забабахают какой-то непонятный государственный фаерволчик посередине, который вам с помощью вот такого вот сертификата, который уже даже на устройстве лежит, подпишет что-нибудь. Хоть Google.com, хоть Яндекс.ру. И вы зайдете, и в браузере у вас все зелененькое будет, и приложение ваше соединит. В общем-то, пользователь будет вообще в неведении, что у него там сертификат Google.com, но подписан Министерством обороны США. Трафик весь перехватится. В общем-то, конфиденциальности нет, пользователи недовольны. И это в лучшем случае, если они только недовольны, а в худшем они уже пострадали серьезно. Тут вы понимаете, что нужно сделать что-то еще, и мы, в общем-то, тоже это понимали, и пришли к выводу, что нам нужно такую штуку использовать как SSL-пиннинг. Ну что такое SSL-пиннинг? Это такой способ защиты соединения. Это способ основан на том, что вы запоминаете какую-то часть сертификата или цепочки сертификатов. Вариантов на самом деле много. Ну в нашем случае мы запоминаем открытый ключ. Вы запоминаете эту часть на клиенте. И при установке TLS-соединения вы сравниваете, собственно, нашего ли сервера-то сертификат ко мне приходит при хендшейке, или это какой-то сертификат левый. Ну способ этот хорош и работает. Единственное, конечно, у него очень много разных вариаций при реализации. Разные люди делают по-разному. Ну в общем-то есть несколько вариантов. Я один расскажу подробно. Я его называю бюджетный вариант. Он чем хорош? Тем, что вы можете взять свободно доступный OpenSSL, сделать с помощью него корневой сертификат. Да, он не будет подписан теми доверенными, которые на устройствах хранятся. Но вы с помощью своего корневого сертификатика, сделанного в OpenSSL, подпишите сертификат для серверов для своих, запомните открытые ключи в приложении этих сертификатов. У вас, в общем-то, все будет хорошо работать. Почему будет хорошо работать? Ну потому что соединение все равно будет проверяться как надо, сертификаты будут непросроченные, а то, что не подписаны корневыми доверенными, ну вас это волновать особо не будет, потому что ваше приложение работает с вашим сервером. Есть еще способ, как можно за хардендить сервер, не использовать слабую криптографию. Про это подробно говорить не буду. Есть доклады моих коллег, которые можно посмотреть. Там все написано, что сделать на сервере, что сделать можно на клиенте, как подкрутить гайки, чтобы быстро все работало и было безопасно. Ну, нам этот вариант не подошел. Объясню почему. У нас, к сожалению, как я уже говорил, HTTP API используется в мобильных приложениях, но не только в них. У нас некоторые HTTP API дергаются еще из браузеров. Это приводит к тому, что, ну, если мы сделаем самоподписанные сертификаты везде, которые в браузере проверяться не будут, ну, получим мы там красные крестики, недоверенное соединение, продолжить или нет. В общем-то, все это некрасиво. Пользователи пугаются, уходят. Нельзя такую вещь нам было использовать. Поэтому мы сделали, скажем так, небюджетный вариант, более сложный. У нас есть несколько промежуточных центров сертификации, которые нам делают сертификаты для наших серверов. Ну, собственно, вот эти вот промежуточные центры, они, их сертификаты подписаны доверенными, корневыми, представлены на всех устройствах. Кстати, это очень важно. Если вы купили сертификат у кого-то, кто на устройстве корневой не держит, то вы можете столкнуться с тем, что у вас, допустим, в iOS работает шифрованные соединения, а в Android нет, потому что в Android нет нужного корневого сертификата. Это надо проверять. Ну, вот мы, собственно, запоминаем те промежуточные центры, которые нам поставляют сертификаты, выписывают их. У нас есть черные и белые списки. Ну, белые списки зачем нужны? Мы, как и в браузере, в общем-то, предоставляем пользователю возможность выбора. Если хочешь установить недоверенное соединение, ну, так уж и быть. Мы, да, мы пишем тебе, что твои данные перехватят, но можешь все-таки нажать «Продолжить». сертификат попадет до выключения приложения, вот в этот белый список, и приложение продолжит наше работать, но мы пользователю ничего не гарантируем. Ну, черные списки нужны, чтобы если мы какой-то свой сертификат отозвали в силу его компрометации, чтобы в такой ситуации ни в коем случае пользователь не мог соединиться. Вот у нас такая вот родилась реализация пиннинга, которую мы, в общем-то, у себя используем. Вначале мы ее использовали, естественно, в рамках именно работы с учетными записями, потом она уже выделилась в отдельную библиотеку, которую можно в разных наших приложениях применять. Ну, и мы настойчиво нашим разработчикам, конечно же, рекомендуем ее использовать, чтобы защищать соединение, как уже говорил, стараемся использовать только шифрованное везде. Ну, вот я вам, в общем-то, рассказал про эти вещи, и, ну, понятно, что не все так уже просто, как кажется. И там токены двухступенчатые у нас, и здесь у нас SSL-пиннинг с другой стороны, а там лауф, плюс еще где-то хранить данные надо. Все это тяжело для разработчиков. Ну, если бы каждый из них в каждом приложении начал все писать сам, было бы, конечно, очень плохо, и получилось бы, скорее всего, куча багов, дыр, и было бы нехорошо это совсем. Ну, мы что сделали? Мы сделали отдельную, в общем-то, библиотеку, кроссплатформенную, назвали Яндекс Аккаунт Менеджер, которая все эти функции в себя инкапсулировала, вот, и во все наши приложения эту библиотеку прикрутили. Ну, что мы получили за счет этого? Мы сконцентрировали все функции в одном месте, и за счет этого разработчика пропала, в общем-то, необходимость думать о том, как ему нарисовать формочку для ввода логин и пароля, как ему данные на сервер передать, как ему сделать правильно TLS, нужно ли ему пинг делать, не нужно и как. Мы избавили от этой мысли людей, от этих лишних мыслей, упростили им, в общем-то, реализацию их приложения, об этом они сейчас не думают. Ну, разработки, скорость повысилась, служба информационной безопасности наша, в общем-то, тоже довольна. Ну, довольна тем, что приложение использует правильный SSL, ну, правильный наше понимание, да, правильного SSL, правильного шифрования. Ну, мы сейчас понимаем, где, в каком месте сосредоточена вся работа с учетной записью, и, в общем-то, когда аудиты проводятся, мы можем тщательнее посмотреть на код на исходный, проверить, что, как делается, как оно там лежит, как хранится, обрабатывается. И, соответственно, всем профит. Ну, кратко подведу итоги. В общем-то, мы рассмотрели различные подводные камни, которые есть в Valve. Мы разобрались, как можно не заставлять пользователя много-много раз вводить логин и пароль, каждый раз, когда они ставят новое ваше приложение. Ну, и немножко поговорили о безопасности, о том, что, как можно сделать, чтобы, в общем-то, защищенным образом данные передавать от приложения к сервису, что, как мы понимаем, на самом деле очень важно. Ну, в общем-то, теперь я готов на ваши вопросы ответить. Я думаю, они у вас возникли. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий. Владимир Иванов, компания Акиф. Наверняка вы слышали про такой фидуальянс. Да, слышали. Что вы думаете по этому поводу? Собираетесь ли вы что-нибудь делать? Ну, и если это самое для аудитории, может, просто… Ну, коммерческую тайну разглашать не могу, но действительно есть такая инициатива о том, чтобы предоставить, ну, как они это называют, они это называют тоже фреймворком для аутентификации пользователя. То есть там некий способ, который связывает различные способы аутентификации, биометрические, например, да, и, ну, серверную часть сервиса. Ну, вот прослойка эта, она позволяет, вроде бы, как все это вот общение, криптографию унифицировать, в общем-то, как-то универсально использовать. Ну, мы, опять же, если не говорить про НДА, мы с интересом смотрим на эту инициативу, вот, и рады, что она появилась. А вот там вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я хотел бы спросить у вас, Яндекс.Аккаунт-менеджер этот, есть ли в публичном доступе, ну, как-либо, и будет ли, ну, будет ли, если нет. И, ну, например, как в iOS он у вас линкуется динамически, статически? Ну, смотрите, это хороший вопрос. Действительно обошел его вниманием. У нас исторически эта библиотека была очень тесно с нашими сервисами интегрирована, но сейчас она как бы проходит, так сказать, путь дезинтеграции. То есть мы некоторые части вот такие вот сильно вживленные отрываем, и, в принципе, она, ну, практически готова для того, чтобы ее все использовать могли. И в перспективе мы надеемся, что мы ее сможем в open source передать, как многие наши другие решения. Ну, вы знаете, что мы как раз-таки в области мобильных технологий часто отдаем в open source хорошие вещи. Ну, вот надеемся, что с этим тоже получится. Будем над этим работать. Ну, вот. Вы даже не боитесь, как я могу прийти? Вы знаете, нет. На самом деле вообще я, когда еще продуктовой безопасностью занимался, я был против обфускации кода, я честно скажу вам. Потому что я считаю, что нужно делать меньше ошибок, потому что security for obscurity, как говорится, это очень дурная идея. И если кому-то нужно, все равно ваше приложение от реверсит, найдут уязвимости. Поэтому лучше не допускать ошибок и прятать как бы исходный код. Я не знаю, есть ли в этом смысл. Спасибо. А вот еще вопрос. Спасибо за доклад. Меня зовут Артем. Но это не важно. Почему на андроиде не используете аккаунт менеджер? Ну, просто какие причины. И с контент-провайдером он же будет в каждом приложении, и получается они отвечают на одни… То есть его придется в каждом приложении хранить этот токен. Как коллеги говорится, shame on me. Я умудрился этот слайдик просто прощелкнуть. Я рассказывал, как же мы храним токены на устройстве. Мы в iOS используем short keychain. Это ни для кого не новость. Типичное решение. Почему мы в андроид не используем андроид аккаунт менеджер? Мы его не используем, потому что если у приложения третьей стороны есть разрешение на доступ к аккаунтам, оно может запросить доступ к любому, в общем-то, секрету, который там хранится. А проблема в том, что у пользователя, у него как бы есть такая традиция нехорошая, все разрешать. Ну какое-то приложение запросило доступ к чему-то, к какому-то аккаунту, он его разрешает доступ, и все. И соответственно токен уже ушел, непонятно куда, непонятно кто с ним что-то начинает делать. Ходить в API, дергать. Не хочется, чтобы такое было. Ну просто вот суть аккаунт менеджера именно в том, чтобы позволять другим приложениям тоже использовать аккаунт, например, Яндекс или все такого. То есть вы решили это сразу запретить, да, получается? Да, суть вот именно этого аккаунт менеджера в том, чтобы приложения, подписанные в одной ЦП, для андроида подписанные в одной ЦП, могли пользоваться учетной записью, разделять ее между собой. Ну уже понятно из фразы одной ЦП, что мы используем контент-провайдеры и защиту возлагаем именно на электронную цифровую подпись приложений. Ну понятно, спасибо. Ну от себя еще небольшой комментарий скажу. Вот после моего доклада будут в секции безопасности еще доклады про то, как выживать на устройствах, которые jailbreakнуты или в случае андроида рутованные, как говорят. Задача очень интересная. Мы в свою очередь решили, что если такая вот ситуация происходит, то мы безопасность пользователю не можем гарантировать, потому что jailbreak и рут, они кардинальным образом все механизмы защиты на телефоне убивают. Поэтому дальше коллеги расскажут, как можно все-таки выживать в такой вот враждебной среде, как говорится, в аквариуме с пираниями. Но мы считаем, что это не обязательно. Если человек, как говорится, хочет подвергать себя рискам, ну что же с ним сделаешь? Еще вопросы? Юрий, спасибо за доклад. Меня зовут Александр. У меня такой вопрос по поводу сертификата корневого. В итоге вы пошли экстремальным вариантом, правильно я понимаю? И вы не кладете конкретно на девайс никакой свой корневой сертификат? А пользуетесь известными провайдерами типа ТАФТа и прочего? Да, у нас известные провайдеры. Можно на самом деле посмотреть, кто это. Я рекламировать сейчас их не буду. Но это действительно компании, корневые сертификаты, которых есть на устройствах. Я понял. Тогда у меня такой вопрос. Вы сказали, что на девайсе бывают сертификаты японской Минобороны. Да, можете посмотреть. И как вы от этого? Вы в итоге защитились от этого или нет? Да, конечно же. Мы просто проверяем, каким сервером мы устанавливаем соединение. Но это автоматически правильно делается? Нет. Это автоматически за вас, к сожалению, не сделают. Но, насколько помню, в iOS есть, в библиотеках реализации пиннинга, в CF Network, по-моему, есть функции для пиннинга. Но вообще автоматически пиннинг пока не делается, к сожалению. Пиннинг, я понимаю, это не проверка цепочки сертификатов, а что-то другое, да? Нет, это не проверка самой цепочки. Это проверка того, что часть цепочки та, которая вам нужна, грубо говоря. То есть простой вариант. Вы получаете сертификат сервера, и вы проверяете, что открытый ключ в этом сертификате это тот самый открытый ключ, который лежит уже у вас в приложении. Вы же, когда приложение в Store кладете, у вас есть сертификат сервера вашего. Вы можете открытый ключ в приложении положить, и когда соединение установите, сравнить. Тот это открытый ключ или не тот. Просто я так понимаю, но в Android во всяком случае вроде это как автоматически делается проверка. Ну, к сожалению, нет. Нет. Спасибо. Вот тема про пиннинг, она очень интересная. Получается, смотрите, у пользователя приложения может очень долго не обновляться, да? И у него запиннена там какая-то часть сертификата, ну, публичный ключ, например. Вот это очень важный вопрос. Ну, реально, многие пользователи просто отключают автоматическое обновление, да? И вы, ну, у вас сертификат закончился, поменялся. Вы как-то учитываете это в приложении? То есть выводите, что вам обновить приложение? Да, коллеги, смотрите, у нас на самом деле прошло уже 50 минут. Я подозреваю, что у меня, наверное, уже заканчивается время, да? Но я готов в экспертной зоне вам рассказать. Конечно же, у нас пиннинг, на самом деле, сложно достаточно сделан. И там есть всякие тонкости, связанные именно с обновлением тоже. Собственно, пинов, как мы их называем. Ну, вот. Ну, я могу про это рассказать. Это не военная тайна. Ну, думаю, что в экспертной зоне, наверное, да? Да, 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 да. Уже просто обед. Да. А, ну, еще сейчас обед. Не хочется вас отрывать от этого прекрасного занятия. Ну, в экспертной зоне я буду, можете спрашивать. АПЛОДИСМЕНТЫ